Больница скорой медицинской помощи Это самое большое отделение в стране, у нас 30 коек реанимационных, где мы оказываем помощь больным с самой разной патологией. В основном это хирургическая патология, это тяжелые травмы, падение с высоты, дорожно-транспортные происшествия, огнестрельные, ножевые ранения, хирургическая патология, обширные операции, если переносят наши больные. А также больные с заболеваниями сосудов мозга, с опухолями головного мозга, с кровоизлияниями, с инсультами, как сейчас мы говорим, и геморрагическими, и шимическими. То есть вот такая очень сложная, сложный контингент больных, и такие больные часто находятся в тяжелых критических состояниях между жизнью и смертью. И мы поддерживаем их функции искусственно. Искусственное дыхание, искусственное кровообращение, поддержание работы сердца специальными приборами, которые вы видите здесь у нас. Это все необходимо, чтобы спасать жизни наших пациентов. У нас проходит через отделение более около 4 тысяч тяжелых больных в течение года. И большинство из них, 80%, находятся на искусственной вентиляции легких. Искусственная вентиляция легких – это одно из очень важных достижений современной медицины. Не только реаниматологии или интенсивной терапии, это достижение эпохального значения, как искусственная почка, искусственная печень, искусственное сердце, искусственные легкие, искусственная вентиляция. И этот метод, он очень быстро совершенствуется. Я 40 лет работаю врачом, реаниматологом. И 40 лет назад, конечно, не было таких возможностей, вот как вы видите сейчас. Мы располагаем самой современной в мире аппаратурой. Это аппаратура производства Соединенных Штатов Америки, причем позапрошлого, прошлого и даже этого года. Это аппараты, которые сочетают в себя и искусственный интеллект, и компьютерные технологии. Это очень сложные думающие машины, которые поддерживают очень много различных режимов вентиляции легких. Если легкие повреждены, то существует очень много специальных режимов, которые позволяют раскрыть легкие, улучшить насыщение организма кислородом. Причем эти машины, они безопасны. Я обращаюсь к нашим зрителям, не стоит бояться. Искусственная вентиляция легких сейчас это безопасный и очень эффективный метод, который позволяет спасать тысячи и тысячи тяжело больных. Ну вот вы видите аппараты производства фирмы ВИАСИС американские. Это очень надежная аппаратура. И у нас некоторые аппараты отработали более 115 тысяч часов. Это больше 10 лет, не выключаясь днем и ночью, как бы вот такой срок. И они не требуют каких-то больших расходов, они не ломаются. Они сделаны так по технологии, ну американцы говорят, что они сделаны по технологии НАСА и Боинга. Это действительно очень надежные машины и мы их используем. Эти аппараты могут работать целодобово, они могут работать сутками, они могут работать неделями. Они могут работать годами, не требуя никакого определенного там специального обслуживания. Ну определенные есть технические условия. Это и давление кислорода, и давление сжатого газа, это и температура окружающей среды, чтобы они не перегревались. Но это очень надежная техника. Аппарат работал более 100 тысяч часов, и он не ремонтировался, и ничего с ним не происходило. Меняли специальные фильтры, обрабатывали его, дезинфицировали, меняли вот эти контура, которые являются одноразовыми. А с аппаратом ничего не произошло. Он проработал 10 лет и продолжает работать. В среднем, если посмотреть, то длительность составляет 1-2 недели искусственной вентиляции легких, если больной имеет какие-то очень серьезные проблемы со здоровьем. А так длительность вентиляции иногда занимает и месяцы, и год, и больше. Вот, ну вот, если говорить о мировой практике, то это случаи вентиляции десятилетия. В больных, которые есть к этому показания. Но существуют ситуации, когда без него невозможно обойтись. И это показал опыт Италии, и опыт Китая, и опыт Европы, Америки. Есть показания, когда можно просто подышать кислородом, когда можно использовать маску кислородную, когда можно использовать специальные высокопоточные, так называемые, СИПАПы. Они улучшают внешнее дыхание. А есть ситуации, когда показана искусственная вентиляция легких. И тут без аппарата не обойтись. Но врачи, украинские анестезиологи, они имеют большой опыт вентиляции. Это очень грамотные люди, очень самоотверженные, преданные своей работе. И я думаю, что с Божьей помощью мы совместно справимся с этой проблемой. Аппарат работает следующим образом. Внутри аппарата стоит или турбина, которая нагнетает воздушно-кислородную, специально подогретую и очищенную смесь в легкие. Или вот как у нас, у нас стоит центральная станция, которая поддает уже подогретый воздух, очищенный специальный медицинский газ, который называется воздух, и специальный медицинский газ кислород. Он тоже очищенный. В аппарате он смешивается и под определенным давлением подается в легкие, имитируя дыхание, вот как обычно дышит человек. Но оно становится искусственным. Но это очень непросто, но это надежно. Для того, чтобы подобрать правильный режим вентиляции, учитывается все. И возраст пациента, и растяжимость легких, и заболевание его. Очень много таких предвходящих факторов, которые должны быть оценены. Аппарат искусственное дыхание требует большого контроля, лабораторного контроля. Для этого есть специальный метод, который называется определение газового состава крови. Какое напряжение кислорода в артериальной крови, какое напряжение углекислого газа, какое PH артериальной крови. Все это очень важные моменты, как щелочные резервы крови. Это целая такая наука, которая называется реаниматология или анестезиология. Но даже молодые врачи у нас это прекрасно знают, они быстро учатся, потому что самое современное оборудование, самые современные преподаватели, и они быстро обучаются и становятся уже через несколько лет хорошими специалистами. Аппарат искусственная вентиляция, на самом деле, очень сложная вещь. Он объединяет в себе и пневматические, и электрические системы. Это очень современный компьютер, который объединится к пациенту, и наполнит легеней повытрями, або повытряя кислородой сумасшью, когда пациент не может сам сделать дом. То есть аппарат помогает пациенту дихать, або полностью замещает функцию дихания, когда пациент дихает сам неспроможный. Такий аппарат, как тут в реанимации, он настолько щельно в середине запакованный, что там даже нет свободного простору, чтобы туда еще что-то вставить. Это очень современная вещь. И из всего, что есть в отделении реанимации, аппарат штучного дихания безусловно подключен к пациенту и отвечает за его жизнь. Аппараты искусственной вентиляции выготовляют много стран, не все, потому что это сложная вещь. Основные производители находятся в Европе и в США. В рештах стран также выготовляют аппараты искусственного дихания, но те, кто давно выготовляет, как они, конечно, больше просунулись в этом вопросе. Аппарат может работать так долго, сколько можно, но так же, как и автомобиль, если мы не будем за ним следовать и обслуживать, то автомобиль очень быстро развалится. И, как правильно сказали, это очень мультисциплинарная команда. То есть, нужно аппарат правильно скласти, чтобы он был правильно подобрен, правильно складен, они работают много лет без проблем, и что от них и требуется, потому что безусловно от этих аппаратов зависит от жизни людей. И эта работа трядая впродолжь много лет. Тут, в этом отделе, есть несколько аппаратов, рекордсменов, которые работали, не включая, чтобы перевести 100 тысяч годин, сколько это, это около 10-12 лет, не включаясь. Они все разобрались, каждый инженер, нужно иметь сертификат, соответственно, что он склал истики, и он мает торкаться, потому что потом все равно безусловно от этого аппарата будет зависеть честь життя. Аппарат не просто существует сам по себе, он мает подъединиться до певных технических мереж, то есть, первое, это электрика, и, по-друге, это газопоспещение, которое есть в лекарнии. То есть, каждый аппарат потребует выхода кисню, и аппарат получает кисень в лекарственной мереже. Если пациент будет потребовать кисень, то нужно, чтобы аппарат ему способен, чтобы его взять. Сам аппарат кисень не вырабатывает. Это медическая система газопостачей, это окремая тема лекарин. Но если в отделении взять много аппаратов, то может просто технично не хватит розеток, и это нужно, чтобы кто-то понимал, и технические службы, и другие, которые складывают эту лекарню. Мы, конечно, даем парады лекарням, когда лекарня монтует, хочет придбать аппарат, або много аппаратов, то мы даем парады техническим службам, как лучше это сделать, узнать, что аппарат потребует потом. Надо иметь, конечно, электрические розетки, систему аварийной подачи, хоть аппараты штучной вентиляции, они все мают в середине акумулятори. На випадок, если у нас электрика что станет, из правил безпеки, аппарат має певный час поддерживать работу аппарата без отсутствия электропостачания лекарняного. Звичайно, кисень, повітря, повітря не просте, а медичное повітря, потому что это повітря безпосередньо подается в легене людини. Вот персонал, звичайно, и это медичный персонал, лекарь и медсестра, которые доглядают за пациентом, они доглядают и за аппаратом так же. Вся эта команда працює в паре, злагоджена. Медсестра доглядают за аппаратом, лекарі мають понимать, что аппарат показывает, как изменится стан пациента. И оно дещо сложнее, чем просто так сделать на каждый полет. Но все, кто працет, много лет в реанимации, кто имеет опыт, аппараты ШВЛ ставятся в отделение реанимации, ну, звичайно, там персонал подготовлен, навчен, и это лекарь, которые специально навчені это делать. Треба мать введение, что у нас есть лекарь, которые готовы, есть персонал, который готов, и люди могут быть спокойны, что не все в нашей стране так плохо. Как вы видите, по этому отделению он надсучасный. Сейчас клався певный дефицит с аппаратурой штучного дыхания, но эту проблему подавали. Продолжение следует...